Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю сделать вам это прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также мои личные контакты есть под любым видео в описании к этому видео. У нас также есть второй закрытый канал на Boosty. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале. Потому что YouTube их может просто-напросто заблокировать, дорогие мои. Поэтому существует закрытый канал. Потому что очень многие спрашиваю, для чего некоторые видео выходят на закрытом канале на Boosty. Уж лучше они выйдут на закрытом канале, чем просто нигде не выйдут. И YouTube их заблокирует. И вы не сможете нигде их посмотреть, друзья мои. Также, в свою очередь, я хочу поблагодарить всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Boosty. Вы помогаете нашему каналу развиваться и становиться лучше. Их имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, дорогие подписчики, за то, что вы с нами уже с прошлого года. Также напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды. И мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. Если вы не нашли мои контакты, пожалуйста, напишите мне комментарий под любым видео. Я обязательно его увижу. И, конечно же, вам отвечу. А сегодня с нами карты Девиану, Безумная Луна, Патрика Валенца. Здравствуйте, карты. Одна из фраз этого талантливого человека звучит так. Когда я умру, меня забудут через полгода. 1 марта 1995 года не стало Владислава Листьева. Его убили в подъезде собственного дома. Убийца до сих пор не нашли. А вот Листьева помнят по сей день. Прогадал. Так и хочется сказать. Вот в этом вы прогадали, Владислав Николаевич. Помнит вас уже 29 долгих лет. Сегодня мы будем с вами разбирать непростую судьбу Владислава Листьева. Вот если посмотреть именно на его биографию, хочется сказать, какая непростая, какая печальная судьба. С каким послевкусием горьковатым, да, как будто ложку меда и сразу же ложку дег си ешь. Посмотрела я его биографии. Честно сказать, даже проронила слезу, потому что непростая была жизнь у человека, и человека, которого еще так убили. Скоропостижно. Давайте сначала посмотрим характеристику его личности. Посмотрим и покопаемся в нем поглубже, да. Покопаемся, это такое немножко грубое слово. Хочется поднять его как человека. Потому что очень многие, в глазах очень многих людей, коллег, он человек пьющий, человек, на самом деле, который носит маску, который только является на людях человеком, который постоянно смеется балагуром, да. И человек, который постоянно изменяет своим женам, изменял своим женам и предал своих коллег, своих друзей за день. Давайте узнаем, кто такой Владислав Листьев на самом деле. Раскроем его характеристику личности, карты. Покажите мне, пожалуйста, характеристику личности Владислава Листьева. Каким человеком он был на самом деле. Характеристика личности Владислава Листьева. deathartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartsartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart Либо раздвоение личности, либо очень много мыслей в голове, которые путают его, мешают ему жить, мешают ему нормально мыслить. Разум его постоянно путается. Также Пятерка Жезлов говорит о том, что с детства, с подросткового возраста, с юношеского возраста он был такой парень непростой. Он любил какие-то драки, какие-то шумные, возможно, мероприятия, как у подростков это обычно бывает. Ну и, конечно же, его не любили с детства. Тут зелененький парнишка, это как раз тот, кого лупят. Это как раз тот самый главный персонаж на карте. А говорим мы сейчас про Владислава Листьева. И чтобы добраться до вот этого цветочка на высокой горе, ему нужно много препятствий преодолеть. Ощущение такое, что с детства, с юношеского возраста этому человеку нужно было преодолеть, ох, как много препятствий. У себя в голове, у себя в своих собственных мыслях, в своем подсознании, ну и, конечно же, на физическом пути. Кто-то постоянно вставал, кто-то не давал пройти дальше. Очень много зависти я вижу вокруг этого человека. Здесь не столько даже характеристика личности. Мы сейчас ее раскроем поглубже, эту характеристику личности. Здесь сколько обстоятельств, преследующие его всю его жизнь. Здесь несколько человек, которые его шпыняют, пинают. Проще говоря, по современному жаргону, буллят. Буллинг. Карта буллинга, но здесь еще карта скрытой агрессии. Скрытой агрессии в нем самом. В нем самом лежит скрытая агрессия, лежала всю его жизнь. И он никак не мог выплеснуть эти эмоции, эти чувства наружу. Вот это его была главная беда и главная проблема. То есть мы видим чрезвычайно замкнутого на самом деле человека. Несмотря на то, что он был такой шут и был огур. Помните такую фразу замечательную? Я не помню, кто сказал. Тот, кто много смеется на людях, тот много плачет в жизни, у себя, в своей собственной голове, в своем собственном подсознании. И этот человек действительно был склонен к депрессиям. Склонен был к каким-то нападкам физическим со стороны других лиц. Опять-таки с детского возраста. И почему-то ему все время мешали продвинуться. Ну а когда уж он продвинулся, он, наверное, все-таки почувствовал себя действительно гордым. Человеком почувствовал гордость за себя самого. Здесь вот такая непростая характеристика личности, друзья мои. Следующий вопрос. Его сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны Владислава Листьева. Давайте посмотрим, давайте узнаем. Сильные и слабые стороны Владислава Листьева. Почему я раскрываю для начала всю суть личности человека? Хочется сначала узнать и понять человека. Почему он таким стал, если он стал каким-то не таким? Мы же не все рождаемся сразу плохими или не все сразу рождаемся замечательными, хорошими. На нас всю жизнь вложатся какие-то грехи, отголоски прошлого, прошлых каких-то лет, призраки прошлого, как я уже сказала. Поэтому нужно смотреть и копать глубже. Почему человек стал именно такой? Почему его убили, собственно говоря? Сильные стороны Владислава Листьева, его слабые стороны. Маг, чаровник, чародей, грамотный манипулятор. Но ему почему-то это не нравилось. Он безумно притягивал взгляды всех окружающих, и не только женщин. Первый старший аркан маг здесь на публику персонаж демонстрирует фокусы различного характера. Обратите внимание, что маг представлен такой яркой, большой фигурой на карте. А все остальные – это просто тени, это просто пешки, это просто какие-то марионетки. Маг не особо обращает внимание на тех людей, что смотрят его представления. Он поглощен собой, своей собственной персоной. Его сильные стороны, как это ни странно, в его эгоцентризме, в его эгоизме. Наверное, все-таки человек, которого всю жизнь шпуняли, которого бросали, которому не давали продвигаться по жизни, решил выбрать такую тактику. Тактику эгоиста, эгоцентриста, человека, который любым путем пролезает. То есть наглость – это второе счастье. Вот это его сильная сторона была. Говорят же сейчас наглость – второе счастье. Вот здесь вот как раз об этом. С теми четырьмя стихиями владею, но мне это как будто бы не нравится. Почему? Потому что лицо персонажа здесь, обратите, как напряжено. Мне не нравится все это, но я буду действовать именно так, несмотря на то, что я абсолютно другой человек в своей душе, в своем собственном пространстве. Но я буду манипулятором, я буду человеком, который будет очень резко и жестко высказываться о других людях. Я буду человеком, который идет на пролом. Я буду человеком, который не замечает других людей вокруг себя. Дабы пройти так далеко и так высоко прыгнуть, как я хотел. Возможно, действительно здесь говорится о том, что человек-то он другой. Но пришлось ему в своей жизни быть вот таким манипулятором, таким хитрецом, скажем так. Тогда ему это не очень нравилось, судя по выражению лица мага. Здесь вот об этом как раз говорится, друзья мои. Следующая карта – это его слабые стороны. Правосудие, нечестное правосудие. Он мог хитрить, он мог взять взятку. Тогда уже, когда он был на высоком посту, на птицей был высокого полета, скажем так. Здесь вот про взятки, про коррупцию, про большие деньги, про большие связи, про то, что человек владеет нужной информацией, нужной не только ему, но и другим людям вокруг. Здесь такое нечестное правосудие. Два меча в руках у правосудия. Хотя у обычного правосудия Райдера Уэйта, классической колоды, там весы в одной руке, помните, а в другой меч как раз-таки. И измеряя, на какой чаше весов, на какой чаше весов как раз-таки преступник, либо человек, которого осуждают, сейчас зависят решения судьи. Но здесь два меча. И если ты не дашь мне на лапу, или если ты не будешь мне выгоден, или если как-то я захочу, чтобы ты ушел из моей жизни, я все равно дарую тебе меч. Никаких весов не будет, никакого честного правосудия не будет. Вот здесь, конечно, про взятку, про коррупцию, про денежки, про грязные секреты горожан. Почему грязные секреты? У него были все ключи, ключи от всех дверей, от всех грязных секретов. Он знал практически все о своих коллегах. Он мог узнать где-то там, взять и шантажировать этого человека. А я знаю про тебя вот это, и я расскажу вот этому человеку. Что бы я ни рассказал, давай мы с тобой договоримся. Вот здесь об этом. Это, конечно, не очень хорошая сторона. Я сейчас никого не осуждаю, но здесь как раз-таки говорится об этом. Его сильная сторона – это манипулятор, цензор, человек, который очень жестко поступает, возможно, даже слишком жестко со своими коллегами, со своими друзьями. Но я могу сказать, что у него не было друзей. Карта Маг об этом нам уже говорит. И карта Пятерка Жезлов у него не могло быть друзей. Он сам себе был врагом. Какие друзья, если ты сам себе являешься врагом? И карта Нечестного Правосудия, конечно, говорит о его слабых сторонах. Это денежки, да, это я люблю взятку, это я люблю тебя пошантажировать, ты будешь у меня ходить на побегушках. Не очень хорошая, конечно, карта, но я его как человека не осуждаю, потому что у всех у нас есть какие-то хорошие стороны и какие-то плохие стороны. Следующее. Правда ли, что Владислав Листьев был подвержен депрессии? Тут еще такой вопрос был. Правда ли, что однажды после смерти своего сына он пытался свести счеты с жизнью? Он порезал вены. Мы сейчас спрашиваем, правда ли, действительно ли, почему, потому что мы не можем этого утверждать. Об этом говорят все вокруг, об этом говорят коллеги. Но поверьте мне, не всегда нужно слушать людей. Нужно иногда заглянуть вот сюда, иногда заглянуть в собственное сердце, что подсказывает вам собственное сердце, что подсказывает вам ваш разум. Сердце, конечно, никогда не обманет, да, разум обмануть может. Правда ли, что Владислав Листьев был подвержен депрессии? По одной карте вытянем. И правда ли, что однажды он даже хотел свести счеты с жизнью, порезал вены? Правда ли? Мы пока правда ли, правда ли, да, задаем такие вопросы очень такие, каверзные, но в то же время легкие. Правда ли, что Владислав Листьев был подвержен депрессиям? Да, действительно. Ему все время казалось, что его кто-то предает. Вот карта тройка мечей – это такая наигранная, театральная печаль, такая театральная, наигранная горечь, утраты какая-то, переживание какое-то. Но он хотел обратить на себя внимание. Понимаете, тройка мечей – это карта «хочу обратить на вас свое внимание». Правда ли, что он был подвержен депрессии? Скорее всего, это показное. Несмотря на то, что он везде был шутом, балагуром, всегда улыбался во все 32 своих великолепных зубы и был таким очень харизматичным мужчиной, он все-таки своим знакомым, коллегам, почему люди знали то, что у него депрессия, он пытался показать. А, наверное, все почему. Истоки идут с детства, берут свое начало в детстве. Он был никому не нужен с самого детства. Его постоянно одолевали какие-то страхи внутри себя, какие-то враги у него постоянно были, завидовали почему-то Владу Листьеву. Наверное, внешность, харизма. Человек далеко пойдет, и вот такому человеку завидуют обычно. И тройка мечей здесь говорит о том, что меня предают со всех сторон. Ну прямо невозможно. Что же мне делать? И тут обратите внимание, что персонаж берется за голову, и такой, знаете, такая сценка есть, падает лондонский мост. В школьном театре у нас была, когда человек берется за голову и так, и падает. Знаете, девушки обычно так брались за голову и падали. И вот здесь вот один глаз прикрыт, а другой глаз открыт. И с глазом течет такая одна маленькая слезинка. Посмотрю, как вы реагируете на мою депрессию. Тут скорее депрессия была не по-настоящему, а чтобы посмотреть реакцию людей. Но это тоже неспроста. Человек хотел обратить на себя свое внимание, он любил быть в центре внимания. Ну что, что поделать. Настоящий маг действительно. А депрессия – это такое пустое, напускное такое, знаете, чтобы посмотреть и обратить внимание на себя. Меня как будто бы все вокруг предают, но на самом деле, ох, посмотрите на три ноги, да, сколько на самом деле сил у него было. Три ноги – это не две ноги. Мы с двумя ногами хорошо шагаем по планете, а тут целых три ноги. Я вас всех тут проучу и всех вас сделаю. Понимаете, здесь про депрессию невозможно говорить, когда три ноги у персонажа на карте. Здесь я просто посмотрю за вашим поведением и посмотрю, кто мне сопереживает на самом деле, а кто просто на меня не обращает внимания. Кто мне друг, а кто просто так. Вот так он смотрел, кто для него действительно друг, а кто просто так. И в итоге все оказались не друг, не враг, а просто так, да, действительно. Действительно ли Владислав Листьев пытался покончить с собой после смерти сына? Вы знаете, здесь отчасти, но я не могу сказать, что он здесь резал вены. Вот здесь история об этом умалчивает, не то чтобы даже умалчивает, здесь у человека что-то действительно случилось в жизни, такой переломный момент. Здесь колесница, которая вроде бы идет вперед, но идет как-то очень тяжко, понимаете, с трудом. Почему с трудом? Здесь одно колесико, нет ног у человека. На этой карте ноги есть, а на этой карте нет ни одной ноги, только одно колесо. И он как бы на этом колесе едет. Он в броне, он в латах, он в доспехах. На самом деле очень много сил у человека, очень волевой, очень сильный человек, который не может покончить с собой, он слишком любил себя, хочу сказать. Слишком любил себя, потому что в детстве его недолюбили. И он не считал себя каким-то, знаете, вот бывают дети, их недолюбили в детстве, и они считают себя какими-то ничтожествами. Вот бывает такое, да, что приходится обращаться к психологам. Бывает мания величия, а это что-то между. Просто люблю себя, люблю себя такой, какой я есть. Даже несмотря на то, что мне в жизни сейчас тяжело, и несмотря на то, что я сейчас после смерти сына закрываюсь от всего мира, но я все равно иду дальше. Я не вижу здесь попытки самоубийства, простите, заговариваюсь немножко сегодня. Я вижу здесь попытку дальше жить и продвинуться дальше по карьерной лестнице и вообще по этой жизни. То есть здесь я порезанных вен, того, что он глотал таблетки, я этого не вижу. Колесница здесь, хоть и тяжелая, и долгая карта, но одна из лучших карт в колоде, потому что колода – это безумная лна. Девиан Мун – это девиантное поведение. И здесь не прослеживается девиантного поведения. Здесь говорится о том, что я иду дальше, несмотря на то, что у меня в жизни случились вот такие обстоятельства. Следующий вопрос. Был ли вообще Владислав Листьев счастлив? Если да, что делало ему счастливым? Если нет, что сделало бы его по-настоящему счастливым? Мы пока вытягиваем по одной карте, для того, чтобы расклад не был безумно долгим и безумно скучным, просто рассматриваем его как личность, а потом уже копнем глубоко, как раз когда дойдем до его смерти. Был ли Владислав Листьев счастлив? Был ли Владислав Листьев счастлив? Женщины его делали счастливым. Причем он любил таких умных женщин. Он любил поговорить. Он любил умных. Он любил темпераментных, огненных, смышленых. Женщины делали его счастливым. Был ли он счастлив? Надо подумать, говорит. Надо подумать. Было три всего, да? А кто из них самый лучший? Три всего было. Кто самый лучший из них? Ой, мысли не дают мне. Мысли не дают покоя в моей голове. Не могу выбирать. Много женщин как бы это было. Кому действительно было много женщин. И именно женщины его делали счастливыми. Но это было его счастье, да? Вопрос, что такое счастье для вас? Это достаточно сложный вопрос, согласитесь, да? Для кого-то счастье в детях, для кого-то счастье в семье, для кого-то счастье в карьере, для кого-то счастье просто быть на этом, на этой планете, на этой земле, да? Там, где мы сейчас находимся. А для кого-то вот счастье, пожалуйста. Королева с жезлом. Женщины. Он любил умных, мудрых женщин. Любил немножко стерв, знающих себе цену. Он их обожал. Он их боготворил. Боготворил, простите. И тройка жезла говорит о том, что выбрать не могу. Выбор-то большой, выбор-то велик. Вот три какие-то женщины, там больше, я вам скажу, да? Я выбрать не могу. А выбор опять не мог сделать. Почему? Потому что вот опять всё идёт с детства, да? Мысли перемешались в моей голове. Цветочек, он должен быть один-единственным в жизни, да? То есть женщина должна быть одной-единственной. Мужчина должна быть одним-единственной. Эти семейные ценности как-то разбрелись, знаете, по голове. И всё не из-за того, что он такой был чудной, а всё из-за того, что опять-таки всё начинается с детства. Но я не хочу ответственность его как-то убирать от него самого. Но здесь вот действительно говорится о том, что счастлив он был в женщинах. Счастье его заключалось в женщинах. Женщина делала его счастливым. Не одна женщина, а много. Выбор был велик и неочевиден. По-настоящему счастливым его делали женщины. Внимание женское, да? Когда на него много внимания обращали. Когда пятёрка жезла, кстати, ещё говорит о том, что за него кто-то боролся, да? Ему это нравилось, чувство конкуренции, то, что его ревновали. Мы даже спрашивать не будем о том, изменял ли он или нет своим женщинам. Это очевидно, да? Что было много женщин, что он хотел много женщин. Но всё потому, что был не то, чтобы не уверен в себе. Уверен в себе он был, он себя любил. Но он хотел доказать всему миру, что посмотрите, какой я, как много я значу для женщин, да? То есть он хотел кому-то что-то доказать, чтобы его ревновали, чтобы его обожали. Вот это вот прям было его. Правда ли, что Владислав Листев много пил? Сейчас буквально два вопроса и дойдём до вопроса, кто его убил, зачем его убили, да? Мотив убийства. Правда ли, что Владислав Листев много пил? Правда ли, что Владислав Листев много пил? Желание. Всполняются мои желания. Посмотрите, сколько кубков. Да, да, действительно много. Правда ли, что это делало его несчастным почему-то, да? То ли у него похмелье было такое тяжёлое. И тут рыцарь Пентакли ещё говорит, что он как будто пошёл куда-то за деньгами, вот выпьет и идёт куда-то за деньгами, да? Он как будто на работу выходит после подвыпицы, я скажем так. Девятка ещё говорит о ступоре, о застое, да? О период застои. И вот как раз таки выпивка делала его человеком более приземлённым, нежели он был очень талантливым, да? Нежели каким он был на самом деле. Приземлённым. Он впадал в стагнацию, в какую-то деградацию. Много-много кубков здесь, да? Выпить он любил. Это было его волшебное лекарство, утешение, утешение от всех бедного. После этого он чувствовал себя как-то не очень хорошо, да? Он чувствовал себя заложником. Здесь рыцарь Пентакли – заложник чего-то, заложник кубков, да? Действительно, он был таким, не могу сказать, что вот алкаш-пьяница, да? Но он выпить любил, красиво выпить любил, кубки, вино, да? А здесь такая красивая карта, исполняемое желание. Какое-то дорогое вино, возможно, выпить любил и не внушался тем, что выходил после подвыпитья на смену. Тут денежки, да, ещё показаны у нас. Ну и, конечно же, раб был. Раб своих собственных желаний, раб выпивки вот этой, да? Рыцарь Пентакли говорит о моральном инвалиде, о человеке, который находится у кого-то или у чего-то в рабстве. Это опять-таки зависимость, наркотики, алкоголь. Либо у кого-то, у каких-то людей в рабстве, да? Здесь вот как раз-таки говорится о выпивке. Действительно, выпить любил и пил много. Следующий вопрос. Если любил выпить, а выпить любил, то причина того, что он пил, вот есть же какая-то причина. Мы же не просто так пьём, да? Мы выпиваем, чтобы расслабиться в какой-то из праздников. Новый год, день рождения. Мы там выпиваем бокальчик вина, да? Кто что пьёт? Ну, а вот какая причина вот в запоях, да? Когда он пьёт постоянно на работе, перед работой, дома. Какая причина была у него, у Владислава Листьева, чтобы постоянно пить? Что он хотел заглушить спиртным? Давайте так. Что хотел Владислав Листьев заглушить спиртным? Какая причина была в его постоянном подвыпистие, скажем так? Так, хотел уйти, хотел перейти во что-то новое, десятка мечей. Хотел забыться, скажем так, да? Вот здесь десятка мечей. Кстати говоря, десятка второго. Если вы смотрите мои расклады, вы знаете, да? Слышали, наверное, что десятка – это переход к новой жизни. Мечи. Забыть всё старое. Уйти во всё новое. Вот я выпью, мне хорошо. Я не помню ничего, что было раньше. А было очень тяжело. На сердце тяжело. Как будто бы меня мечами всего проткнули. И здесь уже не тройка мечей, здесь уже не поддельные эмоции. Здесь эмоции хлещут через край. Неплохо, мне больно. Я же тоже человек. Я сам себя загнал в угол и не могу из этого угла выйти. А когда я выпью, мне этот мир кажется прекрасным, замечательным. Всё-то у меня хорошо. Четвёрка кубков опять, да? Скучно. Скучно. Ещё от скуки, да? Причина от скуки, от одиночества. И вроде бы всё есть, и вроде бы и деньги есть, и вроде бы и дом хороший, да? И вроде бы все вокруг меня, и вроде бы и любят меня. Но я одинок на самом деле, совершенно одинок. Женщина в прекрасном замке, богатая женщина. Обратите внимание, то, что одежда у неё фиолетового оттенка. Это цвет знати. В средние века только знать могла позволить себе покупать одежду фиолетовых оттенков. Она отдельно отшивалась только для них. Выкидывает из-за, со своего балкона кубок. Мол, скучно у меня, у меня апатия. И вот у него тоже вот апатия, не депрессия, заметьте. Это не карта депрессии, это карта апатии. Когда мне скучно, когда я одинок, я не чувствую себя нужным кому-то, действительно. Я хочу забыть все свои какие-то моменты, которые происходили у меня в жизни, да? И хочу перейти во что-то новое. Вот я выпью, мне становится сразу хорошо. Да, я сразу становлюсь сильным, я сразу владею всеми пятью стихиями. У меня Пентакль в руке, я чувствую себя мощным драконом, да? Который одолел всех и преодолел все препятствия, которые были у меня на жизненном пути. Но опять-таки все дороги ведут в детство. Оттуда и нужно копать. Действительно любил выпить. Причина в том, что он заглушал какие-то свои мысли, воспоминания. Был в апатии, чувствовал себя одиноким и чувствовал себя никому не нужным. Еще карта Ту Спентакли может отображать человека, которого все знают. Человека, которого все хотят. И почитают его только тогда, когда у него есть слава и деньги. Вот он думал, что он нужен всем только потому, что он такой известный. Понимаете, вот об этом речь. Следующий вопрос. Действительно ли листьев? Подходим уже к тем вопросам, которые нам действительно интересны. Действительно ли листьев на заре своей карьеры словил звездную болезнь? И предвзято относился к коллегам, испортили ли листьево деньги? Действительно ли Владислав Листьев на заре своей карьеры словил так называемую звездную болезнь? И предвзято относился к... Да, сейчас секундочку, друзья, раскрою. Да, да, есть такое дело. Три карты буквально. Почему? Потому что вижу уже все просто насквозь. У него так легко читаются карты. Иногда вот вытягиваю по шесть карт. Бывает ничего непонятно. Приходится дотягивать карты. Да, здесь вот прям по трем картам все ясно, все вижу. Да, сейчас расскажу. Действительно ли листьев на заре своей карьеры словил звездную болезнь? И относился к своим коллегам предвзято. Есть такое дело. Нарциссизм. Карта 19-го старшего аркана солнца. И здесь солнце такое необычное. Оно еще говорит о танце двух негритят. Но негритята это люди на самом деле белокожие. Просто они долго танцевали под палящим солнцем и загорели. Загорели до такой степени, что кожа их стала черная, как уголь. Здесь танец. Скорее всего танго. Танец не двоих влюбленных, а двоих друзей. И кто-то один в танце всегда ведет, а кто-то второй всегда ведомый. И здесь он считал на заре своей карьеры. Здесь, кстати, заря, солнце. Солнце встало, когда он уже был на пике своей карьеры. То, что он ведет. Он ведет. Вы знаете, я веду 6-0. Вот у вас 0-0 очко, а у меня 6. То есть я веду. Кто тут главный? Кто тут папочка, хочется сказать. Он очень много ругался, он очень много припирался, очень много склоков, ссор каких-то было со своими коллегами. Это правда, это действительно. Он превратился во что-то черное, а его коллеги остались где-то в белом. Или наоборот. Или наоборот. Друзья мои, у каждого своя правда. И вот здесь я веду со счетом 6-0, говорит он. И это в нем играет эгоцентризм, эгоизм его. Кое его посещает с самого детства. Уже мы об этом с вами чуть ранее говорили. Да, действительно, припирался были какие-то ссоры. Очень во многом не сходились его бывшие коллеги и он. Потому что они считали так, а не иначе. А он считал совершенно по-другому. И он улетел совсем в другую жизнь. С горящего здания человек на собственных мозгах улетает в новую жизнь. И, естественно, его назначили генеральным директором. И тогда, когда он улетел в эту новую жизнь, в эту большую жизнь, сказочную жизнь. Обратите внимание, что небольшое отступление у человека, у персонажа на карте – красное одеяние. Красное – это всегда что-то яркое, что-то мощное, какое-то чувство, которое затмевает все остальные чувства на свете. Это страсть, это любовь, это похоть, это зависть. Все, что связано с такими яркими ощущениями. Ну и еще, конечно, это говорится о гневе. То есть он гневался на своих коллег, он гневался на своих бывших друзей. Он видеть их больше не хотел, улетая из горящего здания в новую жизнь. Мне эти коллеги, эти друзья больше не то что не нужны. Они меня больше не понимают. Как же с ними дальше общаться? Понимаете, вот здесь об этом карты говорят. Хорошо. Испортили ли Листьева деньги? Ну да, наверное, не будем задавать этот вопрос, потому что здесь, конечно, говорится не столько о деньгах, сколько о статусе его, статусе совершенно другого человека, в лице генерального директора Первого канала или ОРТ, как тогда назывался. Кто убил Владислава Листьева? Кто убил Владислава Листьева? Будет несколько вопросов. Кто убил, сколько их было, мужчина, женщина, был ли заказчик, потому что мог быть просто убийца, да, любому человеку раньше в 90-е продавали оружие. Кто убил? Кто убил Владислава Листьева? Покажите мне, пожалуйста, карты. Кто его убил? Кто убил Владислава Листьева? Человек прячется до сих пор, прячется человек живой, прячется не нашли, это правда, что не нашли, да? Человек, который очень сильно завидовал, человек, который не любил себя внешне и внутренне, и не принимал себя с детских лет. Человек, тут еще пятерка Пентакли, да, скорее всего, деньги здесь замешаны. Женщина-мужчина? Женщина-мужчина? Трансформация, ничего себе. Ох, трансформация и страшный суд. Ну-ка, расскажите-ка мне, женщина-мужчина, интересно, как ты выпали, друзья мои? Здесь говорится о человеке, который полностью изменил жизнь Владислава Листьева. Здесь мне пока пол не сказали, но я сейчас пока расскажу, что здесь имеется у нас, да, и мы посмотрим, из какой сферы этот человек. У меня, конечно, вышла здесь женщина, но я слабо предполагаю, что это была девушка, да, женщина. Здесь человек, который прятался, человек, который завидовал, человек, который не принимал себя внешне, внутренне. Тут даже не про зависть, тут про непринятие себя. Восьмурка, жертв говорит о том, что человек, который рубил, рубил все на корню, да, ему что-то не нравится, я рублю все на корню. И здесь еще говорится о том, что человек как-то трансформировал жизнь Владислава Листьева. Он встретился ему как кармический человек на его пути. Это карма Владислава Листьева, и она должна была свершиться в любом случае. Не убили бы его, упал бы он, ударился бы где-нибудь, да, кирпич бы упал на голову, что угодно случилось бы, его там уже ждали. 20-й старший орган, страшный суд. Это предупреждения, которые удавались несколько раз Владиславу Листьеву. Вот как, знаете, как вещи сны приходят, или как какие-то предупреждения, на которые он, к сожалению, не обращал внимания. Здесь ангел пытается обратить внимание людей на себя. Ну, что вы делаете? Одумайтесь. Страшный суд скоро грядет. Но люди, знаете, не обращают на него внимания. Кто-то боится, у кого-то голова болит, кто-то молится на него, да, на этого ангела. Но никто его всерьез не воспринимает. Такой страшный суд говорит о том, что этот человек, тот, кто убил Владислава Листьева, обязательно должен был встретиться ему на пути. И он, я вижу, его знал, потому что произошла трансформация с помощью этого человека в судьбе Владислава Листьева. Как-то этот человек трансформировал жизнь Владислава. И это не про смерть. Друзья мои, мы сейчас смотрим на смерть, да, но мы сейчас еще говорим о том, что человек что-то подписал с Владом, да. Тут как ворона принесла письмецо, и все оборвалось в один день прекрасный. Что-то, чем-то Влад помешал этому человеку. Вот вроде бы этот человек сначала к Владу со всей искренностью, да, что-то он для него сделал, как-то трансформировал его жизнь. И в то же время он его что-то выписал так. Срубить все на корне, нет человека, нет проблем, как говорилось тогда в 90-е, да. Так кто все-таки это? Мужчина, женщина? Ну, я чувствую, что мужская энергетика, несмотря на то, что женские такие вышли карты, да, у нас. Кто убил Владислава Листьева? Кто убил? Обратите внимание, что фигурные карты не выходят. Человек тщательно прячется, скрывается. До сих пор убийцу не нашли, никогда не найдут, я хочу вам сказать, да. Кто убил Владислава Листьева? Второй раз зададим вопрос, да. Кто убил? Мужчина. Король Пентакли какой-то высокий чин имеет, да. Конец этой карты мне ответили. Спасибо вам большое, карты. Король Пентакли это человек, который связан с деньгами, человек, который имеет заводы, пароходы. У человека много денег, человек всего добился. Повернут нам правой рациональной стороной. Обозначает то, что у человека развитое мышление, критическое мышление развитое, да, логика, мудрый, умный человек, который нацелен только на зарабатывание денег. Вот нужны ему эти деньги, и не нужна ему никакая любовь, никакая семья, ему нужна только карьера, и он думает только о карьере. Человек, возможно, политик, да, какой-то, то есть высокого какого-то чина. Это, конечно, еще не император, но под императором, скажем так, вы знаете, вот недалеко до императора рукой подать, либо он общается с какими-то людьми высокого чина, скажем так, да, властимущими людьми, либо человек вот-вот встанет, скажем так, на путь просветления, встанет на путь вот этого властимущего человека, да, либо человек, то есть из власти, да, не хочу вас путать, либо человек имеет просто очень высокую должность и много денег, скажем так. Так, это мужчина, тот, кто его убил или заказал, это заказчик или убийца? Мне интересно, убить мог другой, заказать мог совершенно другой человек. Вот этот король Пентакли, это его заказчик? Это его заказчик? Заказчик Владислава Листьева? Убийство Владислава Листьева или... Ох, это я сама уронила, друзья мои. Сегодня карты прям такие говорящие, но тяжело мешаются. Это значит, человек был непростой. Когда вы раскладываете на человека, и тяжело мешать карты, это значит, человек, ой, какой был неоднозначный. Вот это заказчик или убийца? Владислава Листьева. Заказчик. Убийца, это убийца. Не было заказчика там, не было. Заказчика не было, был просто убийца. Вы знаете, Паш Жезлов, заказчик ли, это слишком мелкая фигура, да? Поэтому это не заказчик Паш Жезлов и король Пентакли. Как можно сравнить? Убийца, убийца, башня. Был только убийца. Не собирался король Пентакли, кому-то отдавать это важное поручение, это важное дело. Я лучше сделаю так, и никого, никто не будет замешан, скажем так, в этом. Никто об этом никогда не узнает. Даже если кто-то захочет меня сдать, никто никогда не узнает, кто это сделал. Никто меня не сдаст. Понимаете, вот о чем речь? Тут речь о том, что знали люди, знали. Но заказчик, убийца, это человек в одном лице, скажем так, да? Это сейчас принято где-то там. В криминальном мире есть заказчик, есть убийца, да? Да и тогда это было принято в целом, да? Но король Пентакли – это и есть убийца и заказчик в одном лице. Это он убил, попал прямо в голову, да? Здесь вот как пуля в голову. Как, да, как будто, знаете, как череп полетел, как пуля в голову. Башня, крыша башни пошатнулась, а выстрел был в голову, и от выстрела в голову он умер. Давайте узнаем сферу. Из какой сферы этот убийца? Сколько было убийц? Был один человек, это 100%. Сфера. Из какой сферы был убийца? Это может быть политическая и сфера профессиональная, да, вряд ли это любовная сфера. Ну, давайте посмотрим. Вижу, что что-то связано с деньгами. Вижу, что сначала человек что-то дал, а потом отнял жизнь, потому что почему-то Влад ему сильно остачертел, как-то даже не надоело, остачертел. Что-то он сделал так, как хотел данный король Пентакли. Из какой сферы убийца Владислава Листьева? Это сфера работы, да, сразу. Работа, работа. Политика это? Связана политика с работой как-то? Потому что, насколько я знаю, Борис Березовский, да, его назначил, якобы он его назначил на пост генерального директора ОРТ. Это Борис Березовский, давайте. Да, конечно. Да, да, друзья мои, да. Даже вытягивать больше не буду. Нелюбовная сфера это. Это рабочая сфера, связанная с политикой. Скажем так, человек из политики связан был с Владиславом Листьевым рабочей сферой. Это он провел его в светлое будущее, скажем так, да. Замечательный король Жезлов. Темпераментный, вспыльчивый человек, но все-таки нескончаемо добрый по отношению к Владиславу Листьеву. Тут король Жезлов берет своих деток, берет своих учеников и ведет их к светлому будущему. Это он тот самый человек, который был послан Вселенной, Господом Богом, не знаю, говорите как хотите, называйте как хотите, да, эти вещи. Это он был как предупреждающий знак для Влада Листьева. И Влад Листьев что-то сделал не так в этой жизни. Где-то он оступился, что его убил этот человек. Борис Березовский, спрашиваю, выходит положительная карта король Жезлов. Посмотрите внимательно, да. Еще и карта страшного суда. Что такое и кто такой король Жезлов? Человек, который проводит и проведет человека в светлое будущее. Но если короля Жезлов ослушаться, угадайте, что может быть. Зубки он свои покажет в любом случае, да. Меня ослушаться невозможно, потому что я тут главный. Я какой высокий, какой большой, красивый господин, а вы вот такие маленькие должны меня слушаться. Я тебя сейчас, Влад, проведу по этой жизни, устрою тебя, достую тебя должности, скажем так, да, высокой. Но ты меня не подведи. Ты делай все так, как я того хочу. Но Владислав был не такой. Владислав был упрямый, горделивый. И что-то он там делал по-своему, что не понравилось очень сильно Борису Березовскому. Вот об этом речь. Из мира политики, да. Из мира, из рабочей сферы, да, тоже, да, да. Политическая сфера Бориса Березовского связана с миром политики. И, конечно же, рабочая сфера, они оба были вместе завязаны, скажем так, на ОРТ-канале. Он предложил его должность в роли генерального директора. Был такой вопрос, знал ли Влад заказчик, мы уже поняли, что знал. Мотив убийства, давайте. Вот мотив. Четкий мотив убийства Владислава Листьева. Мотив убийства. Мотив убийства. Я же говорю, видите, как карты тяжело прям мешать. Прямо они не хотят состыковываться. Прямо не хотят мешаться. Либо Влад просто непростая личность, либо здесь такая непростая история, которую до сих пор не могут раскрыть. И, поверьте, мне никакого наказания не будет. Ну, никто же не покажет мой расклад второй, не скажет, вот, Борис Березовский виноват. Ну, это глупо, мне кажется, да, было бы. Мы просто с вами сегодня проводим такое небольшое расследование. Итак, мотив убийства. Рыцарь Пентаклий. Раб, который не хочет подстраиваться. Бежит, куда глаза глядят, сломят голову, делать, что попало вообще. Я его поставила на одну должность. Ты мой раб, ты мне должен подчиняться вообще-то. Ты деньги хорошие получаешь. Ты, конечно, не король Пентаклий, как я, но ты все-таки рыцарь, ты сразу за мной. Ты деньги получаешь неплохие. Ты мой раб. Почему раб, опять-таки, колесико, да, как на инвалидной коляске человек, человек морально инвалидный, принадлежит сам себе. Это я тебя подставил на эту должность и предложил. Ты мне вообще-то слушаться должен. Ты вообще-то должен подстраиваться под меня и ходить подо мной. Опять одни Пентаклий. Посмотри, я тебе за что деньги плачу? Ты за что получаешь такие суммы? Ты что, очумел совсем? Ты что, дурак? Это я вот рассказываю со слов Березовского, да? Действительно дурак, да? Бежишь, сломя голову, творишь какие-то непонятные вещи. Ты что меня? Подсидеть хочешь? Вот тут, знаете, хочется вот так сказать. Твои все желания исполняются, исполняются. Пить тебе разрешается, разрешается. Все твои желания закон. Денег получаешь, много получаешь. Почему все по-своему делаешь? Почему не подстраиваешься к меня? Вот. Не хочу подстраиваться под себя. Не хочу. Восьмерка кубков. Я под себя подстраиваться не хочу. У меня у самого голова на плечах есть. Я тоже рациональной стороной поверну. Не абы что. Я уже не раб системы, да? Я сам по себе самостоятельная фигура, самостоятельная личность. Делаю, что хочу. Если хочу уволить, значит увольняю. Если хочу отдать такой-то приказ, указ, я его делаю. Потому что я кто? Я генеральный директор, да? А на самом деле поступаешь как дурак, говорит Березовский. Ну да, и гулянки какие-то тут, какие-то веселья. Тут даже не про гулянки. Тут про то, что разгулялась душа. И как дурак начал себя вести Владислав Листьев в понимании не только Березовского, но в понимании всего окружения Владислава. Он стал вести себя крайне неосторожно и неаккуратно. Такое ощущение, что здесь к нему на огонек заходили какие-то товарищи и предлагали ему взятку, крупную сумму денег. И гуляет душа. Это значит, я получил эту сумму денег, и значит, пойду разгуляюсь теперь. Я самостоятельная фигура, я личность. Это как бы говорит Владислав Листьев. Я не буду твоим рабом. Да, да, все мои желания исполняются. Да, я получаю хорошие деньги. Ну, подстраиваться я под себя не буду. Я сам с усами, хочется сказать. Я сам с усами, да. Ну, не хотела подстраиваться. Дела как-то все по-своему. И как-то вот вообще не выполняла абсолютно никаких поручений. Считала, что он наравне с Березовским. Ну, брали его, собственно говоря, опять-таки, вспомните фразу, человека нет проблем, да. Можно ли было избежать смерти? Можно ли было Владиславу Листьеву? Можно ли было избежать смерти Владислава Листьева? Можно ли было избежать смерти Владислава Листьева? Обмануть. Обмануть свои страхи. Договориться, да, можно было. Можно было. Этот человек пришел как кармический человек. Но это не значит, что его смерть – это его карма. То есть я говорила о том, что это кармический человек, да, к нему пришел. Я вроде сказала даже такую фразу, что это карма его, да, то, что он умер, он мог бы умереть даже от кирпича, да, свалившегося ему на голову. Неправда, друзья мои, здесь я немножко ошиблась. Здесь вот я вижу совершенно другую картину. Я вижу такую картину, что можно было обмануть, перехитрить. Но хитрым можно было уйти с поля боя непроигранным и непобежденным, понимаете? Вот здесь вот договориться, договориться, понимаете? Ресурсы. Ты отдавай свои ресурсы. Я тебя поставил генеральным директором, я тебя сделал звездой, еще большей звездой какой ты был, но ты отдавай свои ресурсы вовремя. Не уходи от ответственности, понимаете? Здесь можно было, не боясь абсолютно, вступить в какой-то небольшой спор, но тем не менее отстоять как-то красиво и свою сторону, и его сторону принять, понимаете? Здесь можно было перехитрить соперника, но Влад шел на пролом, и он как будто бы, правда, матку рубил, понимаете? Вот как и есть. Не нравится тебе что-то, уйду, тут даже не столько уйду с первого канала, не нравится тебе что-то, я вообще от тебя отвернусь, да? Но здесь нужно было платить, платить не деньгами, а платить ресурсами. Ты мне подчиняешься, я тебя поставила на роль генерального директора, значит, делай все по-моему, что происходит. А он не слушался, можно было по-хитрому, а он поступил вот так, напрямую, понимаете? Можно было вот так, а он вот так. И если вот так, то значит, конечно же, пуля, пуля в затылок, да? Можно было избежать, да? Почему именно Владислава Листьева назначили на должность генерального директора телеканала ОРТ? Почему именно Владислава Листьева назначили генеральным директором телеканала ОРТ? Почему именно Листьева назначили? Было несколько претендентов на самом деле, но он как будто бы вот показал себя с такой холодной, жесткой стороны, знаете? Березовский считал, что он тут всех сейчас посадит на места, но он не подумал, что он начнет с коллегами воевать, скажем так, да? Он действительно начал с ними воевать, увольнять их начал, да, действительно это было. Почему именно Листьева поставили? Потому что он показал себя с такой очень хорошей, положительной стороны для Березовского, скажем так, и в целом для правительства Российской Федерации, СССР тогда. Почему именно его поставили? Прекратил бы что-то, да? Он бы что-то прекратил. Много было претендентов, поставили его, потому что он бы что-то прекратил. Вот так будет и никак по-другому. Карта фатализма, да? Такое ощущение, как будто бы поставил всех на места, что ли, да? Но он даже не думал, Березовский даже не думал, что он будет ему перечить. Король мечей, король воздуха, воздушный знак Зодиака. Тут либо воздушный знак Зодиака, либо человек такой очень жесткий, стал жестким. Он не был таким, но он стал таким. Я про Влада Листьева говорю, да? Да. Здесь либо земной знак Зодиака, приземленный такой человек, приземленный, жесткий, узурпатор. Я про Влада Листьева говорю. Он стал таким впоследствии, в процессе работы. Не всегда он был таким. Ему пришлось таким стать. Помните, я вам говорила про манипулятора, про первый старший аркан карты маг. Так, и здесь Березовскому очень понравилась его такая напористость. Он подумал, что сейчас он все расставит по полочкам, по местам, все на канале ОРТ будет хорошо. Карта фатализма говорит о том, что он бы все сделал так, чтобы все ходили по струночке, чтобы все думали, что должно быть так, как сказал Листьев, а не иначе, да? Да, и выполнил бы все желания Березовского, скажем так, да? Здесь уже его желание, но он этого не сделал. Он отказался от этого, да? Здесь кубки, здесь эмоции, здесь не только про выпивку, да, конечно же, здесь чувства, здесь эмоции. Я столько эмоций, столько в тебя вложил. У меня было столько задумок, но ты не выполнил этих задумок. Как будто бы ты... Мы не пришли к общему знаменателю, вот об этом здесь речь. А его убрать с должности было уже невозможно. Невозможно, очень сложно, его любил народ, да, его обожал народ. Здесь опять про чувства. Поэтому, соответственно, произошло убийство. Правда ли, что на момент убийства Владислав Листьев был долларовым миллионером? Говорили о том, что у него на шлем на счету банковском 16 миллионов долларов. Правда ли, что на момент убийства Владислав Листьев был долларовым миллионером? Ну, нет, ну, не долларовым. Ну, денежки-то были, денежки были, 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 и на пьянке, и на гулянке, и на посиделке, и на жизнь прекрасную, да. Но тут людей дурят, тут немножко неправда все-таки, да. Да. Как будто бы он очень много своей семье дал. То ли своей семье, то ли своим родным и близким, то ли матери, то ли семье, жене с детьми, да. Вот здесь вот что-то, как будто что-то ценное купил, приобрел, как будто бы деньги тратил на семью, а не на себя в основном, да. Это тоже байки и дудки, то, что он детям денег как будто бы не давал, как будто бы алименты не платил. Тут такое ощущение, что он платил, что он давал. Денег было не так много, как говорят. Опять эта карта желаний, да. Все мои желания не исполнились, денег столько не было. Посмотрите, одни и те же карты выходят. Так интересно, на одного и того же человека выходят одни и те же карты. Деньги не исполнились, мои желания, денег не было столько, о которых сейчас говорят. Тут всего-то тройка пентаклей вышла. Эта карта небольшая, это я еще мог бы многого достичь, я еще мог бы много заработать. Я очень много тратила на своих родных и близких, и мне это приносило удовольствие. Дурят вас, друзья мои, дурят, говорит про народ Владислав Листьев. Не было у меня столько денег. Одни только кубки, одни только эмоции, одни только разговоры, бла-бла-бла. А кубки эмоций, опять-таки, говорит про разговоры, да, разговоры, которые как сплетни ходят, да. Но на самом деле у него не было столько денег. Где сейчас душа Владислава Листьева? Где сейчас душа? Где сейчас душа? Где сейчас душа? Владислава Листьева, переродился ли он или еще нет? Где сейчас находится душа? Последний вопрос. Владислава Листьева отстаивает свои границы. Почему? Нет, во-первых, он еще не переродился. Посмотрите, карта одни мечи, защищается, отстаивает свои границы, не может найти тело, в которое он мог подселиться сейчас, потому что я вам в одном из раскладов про смерть говорила о том, что невинно убиенные люди или люди, покончившие жизнь самоубийством. Здесь как раз об этом говорится, карта об этом говорит. Невинно убиенные люди, девушку взяли и закопали, в могиле ее убили. На ней шутовской наряд, ее как-то обхитрили, обманули и убили, возможно, даже предали. И он сейчас отстаивает свои границы, его душа не переродилась, еще долго не сможет переродиться, потому что карта мечей говорит о том, что нужно бороться за новое тело, как бы это ни звучало. Если вы верите в перерождение, в реинкарнацию, здесь как раз об этом речь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие вопросы вы еще задали по Владиславу Листину. Я задала самые популярные вопросы, наверное, что произошло, кто убил, каким человеком был Владислав Листин. Друзья мои, напоминаю о том, что у меня есть личные расклады. Пожалуйста, пишите мне в личку, пишите в комментариях. Я всегда вас очень жду, жду очень ваши комментарии, очень вас люблю. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok